Амброс Бирс Летней ночью Тот факт, что Генри Армстронга похоронили, казалось, отнюдь не убедил его самого в том, что он действительно умер. Его вообще трудно в чем-то убедить. Правда, в настоящий момент все его органы чувств в один голос утверждали. Он был вынужден признать их правоту, что его и в самом деле похоронили. Сама его поза на спине, ладоней на животе, и все тело окутано чем-то легким, непрочным, что можно было в принципе без труда разорвать. Хотя это и не принесло бы ему сколь-нибудь ощутимой пользы, вкупе с жестким ограничением передвижения его персоны. Черная, непроглядная темнота, воистину гробовая тишина практически не давали ему возможности для дальнейших споров. А потому он безропотно смирился со своим нынешним положением. Но то, что он умер, о нет, он всего лишь болен, очень тяжело болен. Кроме того, сейчас его охватили столь присущие большинству больных вялость и апатия. А потому его не особенно волновал вопрос о том, сколь необычную участь уготовила ему судьба. Философом он никогда не был. Заурядным, здравомыслящим индивидуумом, наделенным в данный момент даром патологического безразличия, тот орган, который мог хоть как-то повлиять на нынешнюю ситуацию, на данный момент изволил бездействовать. Поэтому Генри Армстронг, не испытывая никаких опасений по поводу своего ближайшего будущего, погрузился в сон. Так что можно было со всеми основаниями утверждать, что сейчас он пребывал в состоянии мира и блаженства. Однако наверху, прямо у него над головой, что-то определенно происходило. Там была темная летняя ночь, изредка простреливаемая всполохами молнии, которые безмолвно поджигали густые слои облаков, низкостлавшиеся над землей где-то далеко на востоке, что явно предвещало скорую грозу. Короткие подрагивающие вспышки света придавали кладбищенским памятникам и надгробным плитам золовещую определенность, заставляя их время от времени пускаться в пляс. Это была определенно не та ночь, когда на кладбище мог постречаться досужи гуляка, поэтому трое мужчин, которые как раз там и находились и усердно раскапывали могилу Генри Армстронга, чувствовали себя в относительной безопасности. Двое из них были молодыми студентами медицинского колледжа, располагавшегося в нескольких милях от кладбища. Что же до третьего, то это был гигантского роста негр по имени Джесс. Он уже много лет работал на кладбище в качестве разнорабочего, а точнее человека, готового едва ли не на все. И как он сам частенько любил шутить, ему была известна каждая божья душа в этом месте. На основании того занятия, которому он предавался в настоящее время, можно было с уверенностью утверждать, что кладбищенская территория на самом деле была заселена гораздо менее плотно, нежели о том свидетельствовали официальные реестры. Снаружи, за стеной кладбища, на некотором удалении от основной дороги, стояла запряженная в легкий фургон лошадь. Раскопки проходили без особого труда. Заполнявшая могилу земля еще даже не начала спрессовываться, ибо была засыпана в нее лишь несколько часов назад, и как-то довольно скоро вся она оказалась лежащей снаружи. Извлечение гроба было, правда, не столь простым делом. Однако, в конце концов, они справились и с этим, поскольку дело свое, свой приработок. Джесс освоил чуть ли не на зубок. Затем он проворно отвинтил кружку гроба и отложил ее в сторону, обнажив лежавшее в нем тело человека, облаченное в черные брюки и белую рубашку. В это самое мгновение воздух над кладбищем разорвала вспышка молнии, послышался оглушительный удар грома, и Генри Армстронг спокойно занял сидячую позу. Охваченные ужасом, истошно вопя, мужчины кинулись бежать, куда глаза глядят. Как выяснилось, у каждого они глядели исключительно в своем направлении. И, пожалуй, ничто на земле не смогло бы заставить двоих из них вернуться назад. Но джесс был сделан из другого теста. Серым предрассветным утром двое студентов, бледные и изможденные кошмаром, и сменившие его затем неослабевающей тревогой, отчего их сердца все еще никак не могли обрести нормального биения. Встретились у здания медицинского колледжа. «Ты видел?» – спросил один. «Боже праведный, да. Что же нам делать?» Они обошли здание, подойдя к тыль на его стороне. А там увидели знакомую им лошадь, запряженную в легкий фургон. Животное было привязано к столбу рядом со входом в секционную. Они машинально вошли внутрь помещения. В полумраке на лавке сидел негр джесс. Он поднялся и широко осклабился. Теперь им были видны лишь его глаза и белые зубы. «Я жду, когда вы мне заплатите», – проговорил он. На длинном столе лежало распростертое тело Генри Армстронга. Голова его была испачкана кровью и глиной, оставшейся после нанесенного мощного удара лопатой.